Только что мы с вами, дорогие друзья, проговорили про лобзики, о том, как их выбрать, какие плюсы и минусы встречаются при выборе лобзика. Теперь мы немножко поговорим с вами о пилочках, которые применяются с этими лобзиками. Конечно же, по разным материалам нужны и разные пилочки. Основное правило при выборе пилки, вы должны знать, что чем вы плотнее материал пилите, тем пилочка нужна с мелким зубом. Чем вы более мягкий материал пилите, тем, соответственно, пилочка нужна с зубом покрупнее. Самые мелкие зубья на пилочке всегда применяются у нас по металлу, по стали. Соответственно, самый мелкий цветный металл чуть-чуть покрупнее. Дальше пилочка с чуть-чуть более крупным зубом. Она у нас уже подходит по пластику, идеально для пластика, и фанеры, ламината и тому подобных вещей. Дальше у нас следующая пилочка тоже мелкий зуб. Вот, и зубья как бы кверху направлены. Чистый рез, то же самое, ламинат, фанерка, не толстые древесины, там 20-25. Вот, следующая пилочка уже более крупный зуб. Вот, самый, можно сказать, крупный зуб. И, как бы, ровный, если мы сейчас ее достанем. Вот, то мы видим, что зубья у нас не имеют такого большого развода. Это у нас чистый рез по мягкой древесине. Ну, там 30-ка, допустим, начиная с 25-ой и выше. Уже будет пилить достаточно чисто и быстро. Если зубья будут расположены в разные стороны, вот так, но очень сильный развод, то, соответственно, это быстрый грубый рез. Чистого реза тут уже не ждите, будет разрывать края. Также пилочки у нас бывают с обратным зубом. То есть, когда зубья у нас, вот у нормальной пилочки, они расположены кверху, и вы когда пилите, у вас инструмент, сам лобзик прижимается к поверхности, которую вы пилите. Если же у вас обратный зуб, вот такой вот, зуби расположены вниз, вот, то такой пилочкой надо работать очень аккуратно, потому что, когда вы работаете, ваш инструмент будет, наоборот, выталкивать на вас. И, соответственно, вам его надо очень крепко прижимать к поверхности. Вот, такие пилочки у нас применяются когда? Когда нам надо распилить, к примеру, ламинат. Надо, чтобы верхняя кромочка осталась чистенькая. Пилочка, которая у нас с обратным зубом, она в верхнюю часть не повреждает, ну, так сильно, скажем, не повреждает, потому что пилит в основном вниз. Вот, также они бывают разной длины. Бывают удлиненные пилочки, бывают простые. Это вот простая пилочка. Вот, а бывают удлиненные, ну, на этой покажу вам. Бывают еще длиннее пилочки. Вот, и бывают пилочки с подрезкой. К примеру, вот на этой я вам хочу показать. Вот, то есть у нас основная пилка, видите, идет в эту сторону, но концы в эту. И, соответственно, когда мы пилим, у нас, получается, она проходит наш материал, и вот эти зуби подрезают. Она вверх проходит, опять подрезает. То есть она пилит относительно чисто. Можно сказать, даже для такого крупного зуба очень чисто. Ну, это хорошие, качественные пилочки. Вот, также у нас бывают пилочки по кафелю, стеклу. Ну, вот такая вот у нас пилочка. Она у нас крошкой, такой алмазной крошкой покрыта. Ей пилить, конечно, надо очень потихоньку, аккуратненько работать. Ну, в принципе, для каких-то задач она подходит. Также бывают пилочки у нас, не взял я, да, для фигурного реза. Ее основные особенности какие? Она у нас более тонкая, ну, примерно, даже, может, тоньше вот этой будет. И с мелким зубом. То есть вы можете выпиливать круговые отверстия. Вот такой пилкой круговые отверстия выпиливать очень тяжело, только большого диаметра, к примеру, получится, потому что вы ее, когда пилите, не сможете нормально маленько повернуть отверстие. Ну, или там волну какую-то сделать. А когда пилка узкая, то, соответственно, это все проходит, ну, повороты проходят очень хорошо. Крепление пилочки у всех в основном стандартное. Вот такое вот крепление. Вот, и оно сейчас для современных лобзиков проходит практически для всех. Единственное, бывают пилочки чуть-чуть потолще, не ко всем оно лобзикам вставляется. Но в основном проблем с этим как бы нет. Бывает еще старое крепление с дырочками, с такой, оно вот для этих вот лобзиков не подходит. Пилочка вставляется всегда вперед зубьями. Вот так вот. Ну, вот так вот, к примеру, я показал вам на быстросжимном креплении. Всегда вперед. Вот. Ну, на этом как бы все. Закончим. Выбирайте лобзики, выбирайте правильно пилочки и работайте. Ставьте лайки. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok